В Уфе на стадионе «Строитель» 21 и 22 января прошел третий финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Нешуточная борьба развернулась на ледовом треке с первых заездов. Так Даниил Иванов оказался быстрее чемпиона прошлого года Никиты Богданова, а Дмитрию Буланкину удалось опередить многократного чемпиона мира Дмитрия Хомицевича. Для последнего неудачно сложился старт в следующем заезде. При входе в вираж Хомицевич допустил падение и покинул ледовый трек на карете скорой помощи. Шадринец Артем Бурмистров обогнал чемпиона России текущего года Владимира Фадеева. Во второй день лидер чемпионата Никита Богданов на родном треке не потерял ни одного очка, финишировав первым во всех своих заездах. В итоге с 29 баллами он поднялся на первую ступень пьедестала. 27 очков у его одноклубника Динара Валеева. А вот судьба третьего места решалась в перезаезде среди коллег по команде из Тольятти. Игорь Кононов и Даниил Иванов набрали одинаковое количество очков. В решающем старте Кононов пересек финишную черту раньше, чем это сделал Иванов. Это вывело гонщика на третье место в итоговой таблице. Дмитрий Солянников, представляющий клуб Торпедо Шаас в первый и во второй день набрал по 11 очков. В итоге у него пятое место. Уверенную гонку провел шадринец Матвей Волков. В 38 заезде наш спортсмен оказался в одной стартовой четверке с победителем первенства текущего года Владимиром Фадеевым. Торпедовец в этой гонке оказался быстрее. В итоге у Волкова 15 очков и седьмое место в общей таблице. Еще один шадринец Артем Бурмистров на 12 строчке с восьмью набранными очками. Напомним, что следующие старты пройдут 4 и 5 февраля в Вятских Полянах, а имя чемпиона России будет названо 11-12 февраля в Красногорске.